Во имя Отца и Сына и Святаго Духа! Сегодня самый трагический день земного служения Господа нашего Иисуса Христа. День, когда Он был казнен, самый мучительный смертью, которую убивали восставших рабов, уголовных преступников, человека пребивали живьем на кресте, и люди нередко по несколько дней, мучаясь, умирали мучительной, страшной смертью. Вот такую самую страшную смерть, придуманную человеками, принимает на себя Создатель мира. Чтение, песнопение этих дней Страстной Седмицы, особенно Дня Великой Пятницы, говорят об этом страшном событии, и о Его, как это ни парадоксально звучит, спасительном для нас значении. В этот день не совершается Божественная Литургия. Этот день, Пятница, на протяжении всего года, является Днем Постным, когда мы воздерживались от коробной пищи, и когда мы вспоминаем вот это распятие, смерть за нас, Господа Иисуса Христа. Песнопение замечательно, глубоко и поэтично передает суть этого события. Ну, приведу лишь несколько из них, которые сейчас вы уже слышали. Вот первый тропарь на первом же часе. «Распятшимся тебе, Христе, погибе мучительство, попрана бы силы вражия». То есть распятие Христа, при Нем погибло мучительство от дьявола. В молитве, которую читает священник при святом крещении, есть такие слова. «Не потерпелся, владыка, видите, о дьяволу мучимый, урод человеческий, но пришелся и спаслися нас». Что это за мучения? Это всякого рода злые и нелепые мысли, которые досаждают человеку, всякого рода катаклизмы, катастрофы. Вмешалась с самого начала создания мира вот эта демоническая сила падших ангелов, которые стремились разрушить созидание Божие. Поэтому в нашем мире и присутствует наряду с Божьей красотой, гармонией, присутствует сусловие страдания и смерть и все прочее, с чем мы так изобильно сталкиваемся. И вот церковная поэзия говорит, что это мучительство погибает, и попрана была сила вражия. Конечно, можно сказать, что она еще продолжается на земле уже 2000 лет, потому что история продолжается много веков, она еще не закончена. Пришествие Христа, оно как бы имеет две фазы, первое и второе. Первое, когда дается эта сила людям, когда наносится язва дьяволу, когда зло начинает терпеть поражение, и люди становятся падшие творения все-таки на сторону Бога. А второе пришествие, когда будет новое небо, новая земля, когда Бог будет всяческой во всем. Для нас, конечно, это огромное расстояние между ними, но для Бога это все едино. Бог вне времени, Он над временем. И вот в этом тропаре продолжается. «Ни от ангела, ни от человека, но Сам Господь спас и си нас». Ни ангел, ни человек спасает, спасает Господь. Ангелы и люди могут нам помогать в этом, но, по сути дела, спасает Господь. «Слава Тебе». И в другом песнопении говорится так. «Волею презерпел Иси, до нас освободиши от работы вражия». То есть это была воля Божия. Это не было какой-то случайностью нелепой. Это была воля, которая побеждает зло вот таким образом. И другое, и песнопение. «Днись висит на древе, на водах повесив и землю». То есть висит на дереве тот, кто создал это дерево, это землю и все окружающие нас, весь окружающий нас прекрасный мир. Конечно, глазами современников Иисуса это была страшная катастрофа. И представление о Мессии как о победоносном царе, оно как-то было неразрушимо. Даже пророчество, которое говорило, что царь приходит не на боевом коне, а на простом ослике, как бы соединяя в себе, наполняя собой обыденную, простую сельскохозяйственную, человеческую жизнь. Это не было понято, и страдающая Мессия, это был какой-то абсурд. Хотя есть четкая, ясная 53-я глава книги порока Исаии, которая говорит, и 52-я уже предваряет эту главу, что он был мучен за грехи наши, принял страдания за беззаконие наши, наказание мира нашего на нем, ранами его мы исцелились. Это поразительно, потому что это совершенно очевидный, так сказать, текст 600-летней давности до Рождества Христова. И он в точности говорит всю судьбу Иисуса, вплоть до того, что он погребен у богатого, то, что он узрит потомство долговечное среди людей, которые уверуют в его преображение мира. Вот это поразительный путь спасения, который приглашает человека участвовать в нем от людей, от его становиться на сторону добра или зла, зависит, будут ли они участниками в этом царстве новой неба и новой земли, или их какая-то постельная другая, малопонятная для нас судьба. Мы не говорим о вечных муках, это вопрос-то дискутируемый, но, во всяком случае, человек призван именно к этому наследию Божьему, чтобы вместе с Богом веять непрестанный глаз радующихся, зрящих Твою лица, доброту незреченную, как мы читаем в утреннем молитвенном правиле. Так что для нас вот эти дни, которые, казалось бы, сокрушили веру апостолов, но потом произошло нечто, что те, которые болялись, прятались в страхе, отрицался Петр, а потом уже спустя 40 дней, там, после Пятидесятницы, всего полтора месяца, он смело выходит на улицу и проповедует Иисуса распятого, смело говорит перед Серегрионом, тот, которого распяли, а вот его именем мы исцелили человека, который с детства был рожден инвалидом, не мог ходить. И вот эта весть о воскрешенном Иисусе, она завоевала мир. Это было поразительно. Вот очень точно говорит Владик Антоний Сурожский, Бога, такого Бога нельзя выдумать, такого Бога не может придумать человек, Бог, который дает себя распять, который предстоит таким слабым и немощным, но побеждает зло добром. Давайте вот об этом сами всегда помнить. Конечно, всегда у нас будут появляться сомнения, какие-то мысли такие, как, а что, и этого не надо бояться. Мне нравится фраза, очень нравится, что вере противоположное не сомнение, а равнодушие. А сомнение всегда путь к нашему восхождению, к новым духовным открытиям в нашем пути познания Господа. Пусть Господь благословит всех нас в эти дни и дарует нам эту неприходящую радость своего воскресения. Аминь. Спасибо, Господи. Всех благодарим за молитвы, благодарю хор за прекрасное пение, помогавшее нам молиться. С миром и зыдем, ангелы-хранители, всем пути. Спасибо. Спасибо.